Добрый день, друзья! И нас критикуют, что у нас на канале одни подкасты и куча практик разбросанных, и ни в чём не разберёшься, где что искать. И мы подумали и решили, что имеет смысл сделать топы практик, топы каких-то вариантов возможностей работы людей, для того, чтобы понять и углубиться в тот же инфодайвинг, для того, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы стать счастливым, для того, чтобы раскрыться, реализоваться, для того, чтобы... Итак, сегодня топ-5 практик, которые коренным образом изменят вашу жизнь. Главное – делать. И начнём мы с пятого места. Это практика «100 глаголов». Что за она? Эта практика даёт возможность вам отфильтровать и найти то, чем вам интересно заниматься, то, от чего вы ловите удовольствие, то, от чего вы кайфуете, то, что вы можете делать 24 часа в сутки бесплатно, и потом на этом начать зарабатывать и стать успешным человеком. Итак, первая практика, которая важна для того, чтобы найти своё предназначение, реализация и так далее. Реализацию – это практика «100 глаголов». Эту практику вы можете найти на нашем канале и сделать у неё пятое место. Четвёртое место занимает практика «7 дней из глубины». Она сложная, и найти её можно уже не на канале, на ютубе её можно найти на платформе «сабришинсубритион.ком». Почему сложная? Потому что в ней одновременно совмещается практика работы со снами, практики благодарности, практики написания будущего и практики осознанного создания своей жизни, осознанного управления информацией в ночное время. И там же совмещается и благодарность, и прощение, и всё вместе. Практика «7 дней из глубины» сложная, но, выполняя её 7 дней подряд, вы можете иметь уже проявленный результат через неделю. Оно того стоит. Её можно найти на платформе «сабришинсубритион.ком». Третье место в нашем ТОПе занимает практика «Легализация чувств». Практика «Легализация чувств» позволяет вам осознанно контролировать, как и когда вы эмоционируете, что вы выбрасываете, кого вы обвиняете, на кого обижаетесь, кем манипулируете. Вы учитесь наблюдать свою злость и не отказываться от ваших эмоций, не отказываться от того, что вы чувствуете, а принять, поблагодарить и осознанно остановиться и завершить, поменять на радость, любовь и счастье. Это практика управления своим психоэмоциональным состоянием. «Легализация чувств» вы можете найти её на нашем канале на YouTube, вы можете найти её на сайте kub.by, и вы можете найти её на платформе «сабришинсубритион.ком». Второе место в топе занимает практика «Зеркало». Без неё никуда. Это практика, когда вы работаете искренне и честно сами с собой, когда вы можете посмотреть себе в глаза и сказать, «Я люблю себя, я принимаю себя, я ценю себя». Но главное не просто сказать, главное, что если вы себе лжёте, вы моменты, что вы себя не любите, не цените и так далее, проживёте в жизни. Она чётко отражает и транслирует вам эти моменты в жизни. Она такая достаточно мистическая. Вы убеждены, что вы себя любите, а вам в тот раз не успели сказать, вам в тот раз прилетает, что вас окружающий мир отторгает, потому что вы себя не любите и так далее. То есть это практика, которая позволяет вам уже играть с реальностью, которую вы считаете объективной. Так почему же эта объективная реальность начинает с вами играть? Вот в чём вопрос. И эта практика заставляет задуматься о том, что не всё так объективно, как вы считаете первоначально. И место номер один – топ практик, без которых ни одна из практик не будет рабочей, ни одна из практик не приведёт к желаемому результату. Эта практика – двойное восприятие. Увы, господа, ни зеркало, ни какая-то из перечисленных практик не будет так работать, если вы не умеете воспринимать себя с позиции наблюдения и себя с позиции участника игры. То есть я играющий, я наблюдающий, я играющий, я наблюдающий. А в дальнейшем эта практика перерастает в практику тройное восприятие, где появляется ещё и создающий. Но это шаг уже после того, как вы освоите пять этих практик. И более того, пока вы их будете осваивать, у вас может возникнуть интерес к самому себе. И тогда придётся собирать себя целостного. А для этого придётся разобраться и с ленью, и ложью, и виной, и обидой, и завистью, и жадностью. И разобраться, что такое целостность. И разобраться с парадоксальным восприятием. И разобраться, разобраться, разобраться. И тогда мир заиграет другими красками. А это всё уже про инфодайвинг. Добро пожаловать в мир инфодайвинга!